Этого вы точно не знали о материнском капитале. Каждый год сумма материнского капитала увеличивается, но на что его можно потратить в этом году? Всем привет, с вами Светлана Наумова и сегодня я с вами поделюсь секретами использования материнского капитала. Досмотрите это видео до конца и вы точно узнаете, куда его можно использовать. Для начала обозначим сумму материнского капитала на 2023 год. За первого ребенка это 585 500 рублей и за второго ребенка, если за первого ребенка материнский капитал не получали, 779 тысяч рублей. Ну а если за первого ребенка вы уже деньги получали, то за второго ребенка сумма составит 189 тысяч рублей. А что если, например, материнский капитал получен в 2015 году, но вы им не воспользовались? Спешу вас обрадовать, что большая вероятность, что вам повысят сумму материнского капитала. Раньше материнский капитал можно было потратить только на покупку жилья или на образование. Сейчас таких сфер стало больше. Интересное нововведение, сейчас можно оплатить и частные образовательные услуги. Что же это значит? Что материнским капиталом можно оплачивать частные школы, частные секции и частные детские сады? Пишите в комментариях, знали ли вы об этом. Давайте разберем, на что же можно потратить материнский капитал в 2023 году. Первый вариант покупка жилья. Это самый популярный способ использования материнского капитала. Но здесь нужно учитывать, не все банки принимают маткапитал в качестве первоначального взноса. Но если у вас уже есть ипотека, с помощью маткапитала вы можете погасить часть долга. Еще можно погасить кредит, но только в одном случае, если он взят на улучшение жилья. Следующее, на что можно взять материнский капитал, это построить или реконструировать дом. За эти деньги можно построить или перестроить дом. Многие еще полагают, что можно сделать ремонт. Нет, ремонт нам от капитала сделать нельзя. Следующий пункт. Материнский капитал можно отправить на накопительную часть пенсии матери. Это может быть как часть суммы, так и вся сумма. Частично мы уже затрагивали образование детей, но здесь есть нюансы. Я уже говорила, что ребенку можно оплатить детский сад и школу. Вуз можно оплатить в том случае, если ему пока нет 25 лет. Также его можно использовать на социальную адаптацию детей с инвалидностью. Также материнский капитал можно выделить на ежемесячную выплату на второго ребенка до трех лет. Но имейте в виду, если ваш доход выше двух прожиточных минимумов, то такие выплаты вы не получите. Сейчас получение материнского капитала максимально простое. После того, как вы зарегистрировали ребенка в ЗАГСе, в ЗАГС направляет документы в пенсионный фонд. А потом материнский сертификат. В течение 15 дней вы его получаете в кабинете госуслуг. Поэтому в случае, если вы хотите потратить материнский капитал при покупке квартиры, то желательно, конечно, чтобы с вами был опытный риэлтор. Поверьте, в каждом законе есть определенное количество нюансов, особенно если это касается недвижимости. Поэтому ссылку на профессиональную помощь риэлтора я оставила для вас в описании. Многие думают, что материнский капитал можно просто снять и потратить, как ему хочется. И на этих заблуждениях часто наживаются мошенники. Запомните, не ведитесь на предложение обналичить маткапитал, чтобы не лишиться этих денег. Занимаясь таким делом, вы рискуете попасть в тюрьму, потому что обналичивание маткапитала – это уголовная ответственность. Потому что это деньги государства. А с государством шутки плохи. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал и тратьте деньги с материнского капитала на себя и на своего ребенка с пользой. А с вами была Светлана Наумова, брокер по недвижимости и ипотеке, руководитель агентства недвижимости. И до новой встречи!